В Мексике обнаружены две скульптуры, относящиеся к эпохе правления Майя. Возраст, как утверждают археологи, превышает полторы тысячи лет. Отличие этих находок от тех, что были сделаны прежде, в том, что скульптуры очень хорошо сохранились. Обе они в размер человеческого роста. Это воины в облачении, но со связанными руками, завернутыми за спину. Считается, что изображены пленные из того племени, с которыми индейцы майя враждовали. Раскопки не закончены. Сегодня они ведутся в районе города, который ранее назывался Копан. Чем важна эта находка? Тем, что, судя по всему, оба воина принадлежали к племени, который обитал довольно далеко отсюда, на территории современного Гондураса. Стало быть, мы можем расширить, пусть и гипотетически, границы государства майя. Как предполагает современная археология, основывая свои выводы на результатах раскопок, государство майя существовало на протяжении как минимум двух тысячелетий. Его границы простирались вплоть до Южной Мексики. Но кроме цивилизации майя, в Мексике существовала и цивилизация ацтеков. И вот еще одна важная находка археологов. В мексиканском штате Морелос найдена монолитная стела, судя по всему, относящаяся к восьмому тысячелетию нашей эры. Вес стелы достигает 60 тонн. На стеле присутствует главным образом изображение ацтекских богов. Ритуалы были связаны с вознесением просьб богам, а не спасла нехорошего урожая, отвода несчастья и стихийных бедствий. Так или иначе, работы археологов будут продолжены. Они меняют сложившееся представление о цивилизации индейцев, которая существовала до прихода конкистадоров.